Америка всегда так себя вела. Если кто-то думает, что это что-то новое, то это неправда. Америка ни в грош не ставила своих европейских партнеров. Захочет – подпишет контракт, не захочет – не подпишет. В данной ситуации, давайте так, обиды, обиды, политическая пощечная, политическая пощечная. А как могла бы Америка исправить ситуацию? Для этого должен очень уровневый представитель приехать во Францию на поклон. Для начала. Постоять, помолчать, выслушать все, что ему скажут. После этого достать кредитную карту и сказать, посмотрите, пожалуйста, мы готовы и предложить список. То есть, давайте там лодки пусть теперь не выстроите. Это понятное дело. То есть, представляете, оборонка Франции потеряла такой контракт. И возвращаемся к мистральным кстрате. Под американским давлением французы отказали. Но что это значит? Это значит потеря рабочих мест. Но это еще значит кое-что. Оборонная промышленность должна себя держать в тонусе. Они должны что-то производить. Не будут производить, вот законсервировать заводы. Ну, потом как же это все восстанавливать? И Франция, конечно, была бы в тонусе, производя по австралийскому заказу подводные лодки. Конечно. То есть, кому теперь их навязать? Норвежцам? Ну, норвежцам тоже специфика жанра. Вы знаете, то они с немцами строят подводные лодки, то без немцев. То есть, каждый за себя, действительно. И сможет ли Америка найти компромисс и предложить какой-то контракт? Или, например, мы услышим предложение о том, что французское вино теперь при доставке в Соединенные Штаты не будет облагаться налогом? Я в это мало верю. Уж больно контракт жирный. 60 миллиардов долларов – это очень жирный контракт. На ближайшие пять лет подписать, например, соглашение, по которому французские товары без налогово доставляются в Соединенные Штаты Америки. Ну, Франция не производитель. Ну, вино, ну сыр. Что еще Франция может поставить? Дешевые машины. Ну, извините, там как раз немцы конкуренты очень сильные. У немцев настолько автопром интересен. Вот вам эксклюзивные марки, но на самом деле посмотрите на дочерние предприятия «Фольксвагена». Это дешевая, очень даже конкурентно образующая отрасль французским дешевым машинам. Ну, и при том французы-то с японцами объединены в автопроме очень сильно. Так что, слава Богу, что Франция кинула нас в мистраль, пишет нам Сергей Петрович «Алтайский край». Не знаю, почему, слава Богу, Сергей Петрович, мы-то без мистралей проживем. Я уверен в этом. А вот что касается вообще манеры взаимоотношения, то действительно мы находимся сейчас возле очень интересной точки отсчета. Проглотить пилюлю и остаться дальше проамериканским? Ну, извините, тогда это полный отрыв от реальности. Проглотить пилюлю и стать антиамериканцем? Ну, тоже нереально. Давайте тоже правде глаза смотреть. Ну, нереально. Настолько Америка сильна в Европе, что осознание, при том, что, еще раз, я настаиваю на формулировке, что Франция – это Франция. Но, извините, поляки-то будут дуть в американскую дуду. То есть, всю Европу перетянуть на примере Франции, на какой-то европейскую модель – это очень тяжело. При том, что Макрон, не стесняясь, все время высказывался о брюссельской вертикали в том или ином виде. Так как Брюссель сейчас себя позиционирует в отношении с Польшей, то это, в принципе, у нас угроза выхода Польши из Евросоюза может рассматриваться в ближайшее время, если так все дальше пойдет. И это относится, начиная от культурного кода, заканчивая Лепсимбургским судом, который должен полякам объяснить, какие взаимодействия у государства с их судом должно быть. То есть, думайте, вот поляки жили-жили, жили-жили, все время умничали и страдали от того, что, оказывается, они жили под гнетом Советского Союза. Оказывается, им указывал Советский Союз, как жить правильно. Ну, теперь Брюссель им указывает. То есть, всю жизнь под кем-то они живут. И это разговор в Польше достаточно серьезный, общество поляризовано в разных взглядах. И я говорю, что большинство все-таки поляков против брюссельской вертикали. Сегодня не перевернули ни медийно, ни информационно эту повестку. И, ну, нам они тоже не друзья. Пусть они между собой разбираются, как они там будут это все делать. Вот интересно нам пишут из Краснодарского края США придумать Скрипалиева Франция. И по многим сообщениям я скажу так. Разговор и мысли наши уходят в том, как Франция, если вдруг она покажет свою строптивость, будет противодействовать и с чем она будет считаться. Я здесь без абсолютной конспирологии говорю о том, что технологии поляризации в обществе, они не у французов в руках, они и не у России в руках. Поляризация в обществе – это технология абсолютно интернет, это технология социальных площадок. Только сейчас начали об этом разговоры и размышления, какие там боты, какие коды, какие администраторы работают в этих социальных сетях – Инстаграм, Фейсбук. Телеграм, вы знаете, для меня тоже очень специфический, да для меня и Яндекс стал специфический, после того, как я вижу количество отвратительных публикаций на Яндекс.Дзене, там вот ощущение, что тоже, знаете, где-то из Швейцарии ведется контроль того, что происходит в социальных площадках. И поляризация в обществе – это в первую очередь противоставление мнений, когда один человек должен перейти на позицию другого человека под давлением аргументов. Если же у тебя все время появляется одно и то же, то создается как бы монокультура восприятия. Это будет Фейсбук, это будет Эйпл, это будет Гугл, это будет администратор из Украины. Напомню, я буду об этом напоминать очень долго, пока публично не услышим мы каких-то объяснений из этих гигантов, как можно блокировать аккаунт на Фейсбуке за то, что человек выставил Знамя Победы. То есть маршрутная карта, по протоколу, которому это произошло, это понятно, что какой-то безмозглый выходец из Украины воспитан в парадигме того, что символика Советского Союза запрещена, он увидел серп и молот, и он не понимает, что такое рейхстаг. Но это отвратительная отмазка. На самом деле это не моя проблема, почему меня заблокировали. Мне дали площадку и меня обманули. И в этом отношении мысли ваши радиослушатели абсолютно справедливы. Я тоже говорю о том, что нужно с большой тревогой относиться к поляризации в обществе. И разницы нет. Это пенсионная реформа, это образование, это продление детского обучения или гарантии для матерей-одиночек. Это все может вызвать поляризацию в обществе. Любая дискуссия, если ее очень специфически подавать. И французы никак не застрахованы. Они же сдались в плен точно так же, давайте по-честному, как и мы вот этим социальным площадкам. У нас относительная свобода в социальных площадках, в вот этих уникальных местах, где мы общаемся. Я имею в виду интернет, конечно. И я не вижу застрахованности Франции, если вдруг будет распоряжение. И это не конспирология, это наблюдение. У меня нет непосредственного чека, в котором ЦРУ, например, оплачивает поляризацию общества во Франции. Но я вижу, как это происходит. Если сопоставлять определенные события, то желтые жилеты и строптивость Франции для меня это, в принципе, нужно рассматривать где-то в одном помещении. Это не две разные темы, это одна тема. Если Франция чересчур сильно начнет сейчас вести антиамериканскую дискуссию, имея на то основание, то кроме того, что у нее там будет Польша в Евросоюзе, а также страны Балтии, ну как минимум. Есть же, конечно, еще и куча депутатов, которые фанатично верят только в Америку, не больше и не меньше. Они везде, они в Голландии, они в Бельгии, они в Германии, они в Италии. То есть это люди, которые воспитаны в парадигме мышления такого. И можно ли рассчитывать с тем, что, например, начнется поляризация общества на каком-то нейтральной теме и приводит к тому, что Франция будет полностью дестабилизирована? Я говорю, что да, возможно. Да, возможно, потому что технологию не контролируют. А если технологию контролируют, то расскажите мне, какой орган во Франции или в Германии контролируют эти вещи? То, что вызвали в Фейсбук, пару раз оштрафовали, но очень крупные суммы в Европе, ну это ни о чем на самом-то деле. Есть ли гарантия, что Америка не пойдет на это? Вот теперь ни у кого нет никаких гарантий. Смотрите, какой ком взаимоотношений и удила закусила Европа, в принципе, когда Америка вышла из иранского протокола. Договор же о сдерживании иранской программы ядерного оружия, он безумно важен для региона того, где Иран. Америке плевать, что ли? Америке плевать на Израиль? Ну, опять же, знаете, это мы выходим из еврозоны. А вот если войти в еврозону, то это тенденция, которая говорит о том, что партнерские взаимоотношения, они действительно не существуют больше. Есть желание Америки, есть жутчайший капитализм, в котором кто прав, тот, у кого больше прав. Нет судебных инстанций. Напоминаю, тема очень больная для европейцев, и в любой дискуссии я очень легко их затыкаю, вот правда, не просто за пояс, вы знаете, а так, что у них какое-то состояние молчания длится пару минут. Когда я говорю о том, что Европейский суд по правам человека стал рассматривать действия американцев, которые нарушали права человека, то есть совершали преступления в Афганистане, и Америка вела санкции против европейского судья. Это больная тема для европейцев. Они тут же, знаете, так теряются, потому что это правда. И это взаимоотношение Америки и Европы в контексте деньги зарабатывать, ну, был план Маршалла. И сейчас, в пандемическое время, конечно, он тоже возможен. Америка – это крупная держава, которая может распоряжаться заказами. И заказы, контракты, которые может Америка подписать, они могут составлять действительно образующую, если вспоминать план Маршалла, это же не только там немецкую экономику поднимали, и французскую, и голландскую, и итальянскую. То есть Америка очень четко манипулировала рынком, давая определенные заказы и развивая, как бы, Европу. Ну, спасибо, сделали хорошее дело. Это было очень давно. Можно ли надеяться, что Америка второй раз такое начнет дело? Ну, представляете, если Америка сейчас разместит какие-то подряды на будущее с инфраструктурой, с инвестицией, с гарантиями государственными, с облигациями, с кредитной линией, при том, эта кредитная линия будет такая, миллиардов на 10 минимум, в Польше, а не во Франции. И что Франция будет опять через Брюссель пробовать рассказать, что Америка плохая? Это, я вижу, дестабилизацию вообще в Евросоюзе сейчас. Если говорить непосредственно о том, вот одно из сообщений, там у меня где-то оно уплыло, что во Франции будут перевыборы, придет новый президент, и этот новый президент станет, забудет о нанесенной пощечине, и будет таким проамериканским. Знаете, да, возможно, Америка может себе позволить вмешаться в выборы. Опять же, интернет-технологии, финансирование НКО, это почерк американских спецслужб, американские спецслужбы подчиняются Белдуму. Это их доктрина. Они потом когда-нибудь расскажут о том, как они, и почему они слушали Меркель. Ну, вот все взаимоотношения, это действительно один очень большой взрослый, а второй как будто ребенок. Но я не могу относиться к державе ядерной, не могу относиться к державе, которая имеет вето в Сорбезе ООН, как маленькому ребенку. И у французов есть такое понятие гонор. Это ощущение, когда ты отстаиваешь свою честь, и плюс французы еще и националисты. Если вы поговорите с европейцами, разными европейцами, то самые большие националисты, вот спросите у тех, кто много путешествует, вам скажут французы. У французов самая правильная философия, у французов самая правильная свобода, у французов самая правильная демократия, у французов самая вкусная в кухня, в любом случае. И у французов идеальный сыр с плесенью. И у французов есть фуагра. То есть у француза они себя любят в этом отношении. Унижение, которое сейчас испытывает француз и стыд, он ожидает от Макрона, конечно, не только отзыва послов, это действительно мощный шаг, очень мощный шаг. Но он еще ожидает от Макрона публичного выступления, в котором будет разъяснено, как Франция себя будет вести в Евросоюзе и к чему это теперь будет идти дальше. Насчет НАТО я вижу тоже сообщение. Вы знаете, дорогие радиослушатели, у меня нет обиды за французов. Мне они ближе, чем американцы, потому что вроде как европейцы, вы знаете, и да, действительно, вот смерть Бельмондо вызвала большую дискуссию. И вы знаете, вот смерть Бельмондо, она так прошлась вот где-то, например, очень по верхам в Германии, очень по верхам в Польше. А я в этот момент особо ощутил нашу связь с Францией. Мы говорили о нашем едином пространстве, о нашем культурном ходе, который с французами существует. И святое место пусто не бывает. А французам кто ближе? Китайцы, которые антиамериканцы на сегодняшний день? Ну, с точки зрения обоих сверхдержав. Или Россия, у которой тоже нет иллюзий абсолютно никаких по отношению развития событий с Соединенными Штатами Америки. И я скажу, Россия все же таки ближе. Но ведь последние годы просто зомбировали французов. Точно так же, как и немцев. Точно так же, как и чехов. Зомбируют. Постоянно ведут определенную политику. Во Франции есть закон, который заставляет, например, французское радио, французское кино обязательно определенное количество процентов времени уделять французской музыке, французским фильмам. О которых мы сегодня не знаем. Не потому, что Бельмондо в прошлой эре находился, а потому, что, ну, качество другое. Финансирование и качество французских фильмов сегодня желают лучшего. Но, тем не менее, они настаивают на том, что вы обязаны не слушать все время зарубежную музыку, а у вас будет французское. Если это французское радио, это закон. Точно так же, это закон и о кино. Хорошее, плохое, но это французское кино. И вот пишет нам Григорий в Санкт-Петербурге насчет того, что желаемые за действительно французы никуда не уйдут из НАТО и из Евросоюза. Насчет Евросоюза не уйдут. Просто в Евросоюзе будет очень жуткая борьба между антиамериканскими настроениями. Потому что кто-то, вы знаете, спокойно относится к тому, что Америка кинула Францию. Ну, что грекам, что португальцам. Ну, как-то от этого не холодно, не тепло. И если они получат прямолинейный контракт, какой-нибудь план Маршала 2022, то им будет все равно обида французов. И французы это прекрасно понимают. Поэтому нужно выстраивать не такую бросковую религию а-ля Брюссель, а именно вот аккуратную обработку. Франция сама экономически не в состоянии подменить Америку контрактами в Евросоюзе. Насчет НАТО это очень серьезный разговор. Франция уже уходила из НАТО. Это исторический опыт Франции. Это не значит, что Франция отказывается от совместных действий вместе с НАТО. И если нужно будет послать бомбардировщиков, вот я тоже вижу сообщение о том, что как Франция проглотила пилюлю по поводу противостояния с Турцией. Турция это внутри НАТО. И если внутри НАТО происходит какой-то конфликт, Греция, Турция, как это было по периметру Кипра, то в принципе НАТО молчит. Это понятное дело. Истерия русофобская, которая в НАТО, ну она не изменится никак. Другое дело, кто ее поддерживать будет. Самые крупные сверхдержавы Балтии, Эстония, Литва, Латвия или как? Ну и плюс Польша и, наверное, самый большой мечтатель нашего континента, европейского Украина, которая себя прям завтра слышит и видит в Евросоюзе. Вот, может быть, Франция пишет нам так. Вы не подписали, к сожалению, но мне нравится ваше сообщение. Добрый день. Может, Франция стоит утереть нос Америки и после выхода из НАТО вступить в АДКБ? Может, может, но не вступить хотя бы, а начать диалог о совместной безопасности, потому что Афганистан, это в том числе проблема Германии и Франции. Это общая проблема всех, кто живет на континенте европейском. Здравствуйте, а в Ираке есть французский контингент? Здравствуйте. Да, есть. И мало того, что он есть, он еще и останется, если американцы выйдут. И я вот вижу взаимосвязь определенную в этой французской строптивости и французские заявления, например, по Африке из некоторых стран, и не только по Африке, что если там где-то появится ЧВК Вагнера российская, то тогда французский контингент выходит. Это и в Германии об этом сейчас дискутируют. Ну, мол, у нас есть договоренности на уровне правительства, если правительство обманет нас и заключит контракт с частной военной компанией, то мы тогда покидаем страну. Время такое, никто ни с кем не считается, никаких договоренностей нет. Это то, о чем говорил Владимир Путин на конференции Мюнхена, что действительно конференция по безопасности, если посмотреть в будущее, вот в 2007 году, все, что говорил Владимир Путин, вот прямо мы это сейчас наблюдаем. Мы свидетельствуем, что все это было сказано, как аналитика, она осталась в принципе в головах тех, кто имеет отношение непосредственно к управлению государством. А народу слили русофобию и русофобия, вот американофобия. Я знаю людей, живущих в Германии, это целая система НКО, которые конкретно американцефобы. Вот не знаю, смогут ли они сейчас раскрутить как-то свою парадигму и стать такими аналитиками на другом уровне, но они есть, они в любом случае есть. У Макрона амбиции были все-таки общеевропейские. Макрон, например, выступая в Греции, произнес вещи, которые в Европе постарались тут же, знаете, так звук потише сделать. Доктрины, которые Макрон высказывает на разных площадках, они все время связаны с брюссельской вертикалью. И я думаю, сейчас Макрону очень резко придется вернуться во Францию, я имею в виду сейчас ментально, конечно же, и заявить о французской независимости. Ну, факт. Вот представьте себе, что это нужно сделать. И он, конечно, не Деголь, но ситуация такая, что, ну, невозможно просто, ну, раз пропустили удар, ну, два, ну, три. И, наверное, нужно провести консультации. Я смотрю, что у нас идет такой мозговой штурм. Предлагают купить, взять заказ. Вот я там где-то сообщение промотал. Ну, насчет заказ французских подводных лодок, что вот теперь нужно в России взять. Я не согласен с этим. В России не нужны французские атомные подводные лодки. Они сами избрали свой путь. Вот они сами находятся там, где они есть. Были под американским каблуком. Хотите из него вылезти? Вылазьте сами. Я хочу уйти от французской темы сейчас. Может, к ней вернусь завтра, если у нас будут новые сообщения какие-нибудь. Но вы знаете, у нас есть параллельно идущая история. Дело в том, что в Германии выборы немцы должны определиться с составом парламента. Парламент выбирает канцлера. И партия Меркель просела. Притом, мне кажется, ее просадили сознательно. Для меня является определенной лакмусовой бумажкой то, что даже госсми, государственные средства массовой информации в лице Дойче Велли стали мочить Меркель. Мол, и у нее ошибки были. Представляете? То есть при жизни, при ее активной политической жизни, Дойче Велли не позволяла себе таких вещей. А тут вдруг на тебе, понимаете? Конечно, рубрика «Мнение автора» может не совпадать с мнением редакции. Это просто красивая отмазка. Потому что, когда наши коллеги начинают заниматься разогревом негативных настроений, негативных пейзажей, негативной диагностики российской жизни, у них тоже не совпадает редакционная политика. Но как-то авторы все время одинаковые и одинаково выглядят через определенные дерьмовые очки. Знаете, есть розовые очки, а есть дерьмовые. Вот такие вот очки с дерьмецой. Авторы Дойче Велли часто выступают, себя считают специалистами по России. Но видят они только все негативное. А вот что касается самой Меркель, это новая тема. И ошибки Меркель при ее политическом здравии, когда она действительно канцлер, действующий канцлер, все молчали, а тут вдруг на тебе, заговорили. Но если говорит об этом гос. СМИ, то представляете, что творится в простых СМИ и что творится на интернет-площадках. Ну, сорвались, как будто я так сказал. И, я не знаю, может быть, тоже нужно задуматься и немецкому разведсообществу, не только французскому, которые прошляпили договоры. Они что думали, что у них все в порядке, у них там честный мир, где все играют открытыми картами и все в рамках ВТО, кстати, действуют. О, французы, подайте на Америку в суд ВТО и на Австралию. Ну, через ВТО, вперед. Давайте, попробуйте пожить под санкциями. Только что на вас наложили санкции, товарищи французы. Продолжение следует...